Под Амуром завершили его строительство, но очень тяжелая геология, река совершенно чудовищная, потому что в Хабаровске, вот, дальше там, туда подводные лодки заходили по Амуру, чудовищная река, совершенно жуткая, там, когда по этому мосту едешь и смотришь вниз, водовороты какие-то, ну, здесь жуткие. Так вот, от того, что мост-1, нужно тут же рядом рыть туннель. Ну, и 1937 год, 1938 год. Тех, кому рыть хватает. Хватает, однако идет великое очищение страны с двух сторон. Роют, 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 роют. Вот, а в это время управление НКВД имеет свой план по вредителям, и они его выполняют, перевыполняют, и все руководство замерим туда. Есть кому рыть, но... Но некому руководить. Некому руководить. И приезжает один студент, откуда-то там, завершив там что-то в Москве, он туда прибывает. Прибывает, и его назначают начальником строительства. Такие вот моменты. Ну, если Устинов стал наркомом вооружения в 34 года, строительство какого-то туннеля там... Подумаешь. Подумаешь, там поставили парня. Вот, у него зэков здесь хватает, здесь лагеря с той стороны, с этой стороны. А он понимает, он понимает, что, опа, это нужно быть, стоять у основ проекта. Это нужно понимать, что отчего мы брали вот такой диаметр, а не такой. Почему здесь вот такая у нас сталь, а здесь вот другая сталь. Почему мы такие решили? Он же не в курсе. И он. А остановить нельзя проходку, потому что идет проходка с двух сторон. И если остановить, начинает капать. Вот, то есть идет проходка и бетонирование одновременно идет. Останови и все. И это все зальет и все. И он, понимая, что он кончен, берет лист бумаги. И пишет телеграмму народному комиссару путей сообщения Тарчу Кагановичу. Простите меня за все. Нет, ни в коем случае. Дорогой Лазарь Моисеевич, вот, пишет вам, вот, Ванька Жуков, на деревне дедушки. Вот, Лазарь Моисеевич, вот, дело вот такое вот. Они, конечно, все гады, они все враги. Их правильно повязали и все. Я вот молодой начальник строительства. Я не потяну, не потяну, это точно. Заменить меня некем. Верните их, пожалуйста, на время. Нет, 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 даже не так. Лазарь Моисеевич, и скоро меня заметут, потому как, если мы остановим, здесь все зальет. И меня расстреляют. Но меня-то не жалко, Лазарь Моисеевич. Вас жалко. Лазарь Моисеевич, вы-то у нас народный комиссар путей сообщения. Вам же нехорошо будет. А меня-то, ну что ж, меня-то тут по делам. Лазарь Моисеевич. Лазарь Моисеевич, получив такую телеграмму. Только брата расстреляли. Да. Там, по-моему, он самоубийством покончил, его брат. Ну, их еще двое братьев было. Там еще кого-то взяли. Там был министром, наркомом авиационной промышленности. Да, его был брат. Или порешили там. И такую телеграмму он получает, что, как мне жалко вас, Лазарь Моисеевич. Лазарь Моисеевич, сообразив это, идет к товарищу Сталину. И так, это осторожно. Говорит, меня-то не жалко. Меня не жалко. Меня не жалко. И брата не жалко. Враг, вражина. Ну, вам же нехорошо, товарищ Сталин. Что делает Сталин? Не может же он послать телеграмму в управление НКВД прекратить террор? Не может он... Это будет против него. Что перегнули палочку. И товарищ Сталин пишет начальнику строительства Иванову, тот, который сидит, главному инженеру Петрову. Поздравляю вас и весь коллектив строителей с выдающейся трудовой победой, проходкой 175-го с половиной метра. Поздравляю вас. Весь советский народ с волнением ждет, вместе с вами радуется и ждет новых побед. И посылает туда. Там сразу же все НКВД сразу же отпускает всех на персональных машинах, вывозят туда. И строительство успешно завершается. Вот сталинский подход. Он никогда не признавал себя виновным. Он никогда не давал противоречивых приказов. Он просто любил слать телеграммы. Просто любил правильные телеграммы. Продолжение следует...